Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас в солнечной Паду. Сегодня снова солнечно, но не очень-не очень тепло. И сегодняшний стритстайл, он на мой взгляд очень интересный. Я назвала его для себя «Шубы и велосипеды». Возможно, именно так я и вынесу название в видео тематику этого ролика. Посмотрите на эту сеньору. Никто бы, мне кажется, не мог представить, что сейчас она, да, сейчас она сядет на велосипед. Очень часто мы русские женщины, русскоговорящие женщины, женщины с постсоветского пространства. Я себя прежде всего к ним отношу. Считаем, что, допустим, определенная одежда неуместна в метро. Определенная одежда неуместна на детской площадке. Прежде всего, когда мы говорим о неуместности в таком контексте, мы не имеем в виду, что одежда слишком светлая, может испачкаться, либо она слишком нарядная для того события, которое мы хотим посетить. Нет, мы имеем в виду какую-то неуместность, которая на самом деле привита нам какими-то очень странными представлениями, как, например, норковая шуба и велосипед. Я думаю, для большинства моих зрительниц это будет очень непривычное сочетание, которое когда-то было для меня. Но на самом деле, именно здесь, в Италии, я научилась действительно одеваться и относиться к одежде просто как к одежде. Если это норковая шуба и тебе нужно сесть на велосипед, почему бы нет, если шуба тем более короткая, она никак не ограничивает твои движения. То есть, на самом деле, у меня очень и очень сильно поменялись представления о том, что уместно, что неуместно, исходя прежде всего из того, удобно это, либо неудобно. Конечно, в таком пальто я не могу сесть на велосипед, но сейчас в таком пальто я вполне могу отправиться с детьми на прогулку, если я знаю, что мои дети уже достаточно самостоятельны, мне не придется брать их на руки, потому что, допустим, еще два года назад я не могла в таком пальто даже в центр паду и выйти, потому что для меня это была неуместная одежда. Дети часто капризничали и требовалось взять их на руки. И, конечно же, любая мама представляет, насколько светлая одежда после этого пачкается. Поэтому, возможно, после просмотра этого видео, либо ряда других видео моего авторства, либо других авторов, вы тоже, дорогие зрители, сможете несколько изменить свое представление об уместности одежды. Безусловно, одежда должна быть уместна, но, повторюсь, у меня, например, были несколько иные критерии, я совершенно точно сейчас представляю, когда и что уместно, а когда недопустимо. И могу сказать, что это как раз таки позволяет мне и также итальянкам выглядеть хорошо за повседневными делами, прежде всего, потому что я часто говорю, что наша жизнь, она состоит из самых обычных дней, а эти дни состоят из наших самых обычных повседневных дел. И очень и очень приятно выглядеть хорошо каждый день и за повседневными делами действительно чувствовать себя на все сто. Одежда, конечно же, нам помогает. Этот образ я уже показывала в своем прошлом видео, но не обратила внимания, не акцентировала на тапочках. Но, внимание, это не просто меховые тапочки, ортопедические, как мы их называем. И на самом деле это ортопедические тапочки. Это не Gucci, это не Dolce & Gabbana, которые решили выпустить вариацию на тему. Самые обычные ортопедические тапочки, которые имеют мех внутри. Видимо, зимняя вариация на тему ортопедии. И тонкий носок. Тонкий носок. При этом у этой синьоры была сумка Chanel. Очень классная, хорошая сумка. Искусственная шуба, но, в общем-то, неподражаемый итальянский микс, который, возможно, следует взять на заметку. Кстати, я даже своего мужа спросила, как ты относишься к тому, что я куплю себе подобные тапочки и буду ездить и снимать стрит-стайл, потому что у меня устают ноги. Мой муж сказал, что, в принципе, он к этому достаточно неплохо и спокойно относится. Я уже показывала, что Уги выпустили вот такую вариацию на тему подобных тапочек. Меня, на самом деле, смех разбирает, когда я про подобные тапки вам рассказываю. Но я могу сказать, что этот тренд, это совершенно точно тенденция, которая читается что на витринах, что на стрит-стайлерах. Мы ее видим, мы замечаем. И я, наверное, скоро пополню ряды людей, которые по тем или иным причинам одевают тапочки домашние и выходят на улицу. Ну что ж, леопард не сдает свои позиции. Прежде всего, в верхней одежде часто встречаем мы леопарда, реже зебру. И, конечно же, обувь тоже много раз я показывала, рассказывала, что если такой принт вам нравится, но вы не решаетесь на одежду такого принта, то аксессуары, например, обувь, ремень, либо сумка, вот такого яркого анималистичного принта, это, наверное, самая подходящая вещь, чтобы начать не дать в гардероб свой такой смелый рисунок. В который раз мне бы хотелось акцентировать ваше внимание, дорогие модницы, что самая обычная шуба, классическая, укороченная, удлиненная, любого цвета, прекрасно смотрится с брюками, строгими брюками, а-ля дресс-кодовый вариант, желательно укороченный. Мы все видели, много раз убеждались, что щиколотку можно больше не открывать. Очень-очень хорошо смотрится шуба с такими брюками, брюки со стрелками, а также объемное пальто чебурашка Тедди тоже очень хорошо смотрится с дресс-кодовой компоновкой, как я это называю, с дресс-кодовым ансамблем. Это классические брюки, желательно зауженные, и, да, смотрится очень-очень хорошо. Я, кстати, сижу в парикмахерской, уже это видео я озвучиваю, будучи более светлой. Не могу сказать, что я стала блондинкой, но это парикмахерская, я ждала своего мужа и решила, в общем-то, в последний раз запечатлеть себя с темными волосами, потому что теперь, если я захочу вернуться к такому цвету волос, мне придется их очень долго отращивать. Очень много шляп, и да, и в Италии мужчины, и женщины любят шляпы, носят шляпы. Действительно, очень удобный, стильный аксессуар для того, чтобы не замерзнуть прежде всего. Посмотрите, пожалуйста, какой длинный шарф на девушке, и как это красиво смотрится, и необычно смотрится. Я уже показывала на витринах, витринисты очень часто используют этот прием. Длинный шарф остается длинным, он не заматывается и не укорачивается за счет нескольких слоев. Сейчас я подойду поближе, посмотрите, насколько брюки в клетку могут действительно облагораживать любую компоновку, любой ансамбль. И снова пример верхней одежды на верхнюю одежду. Это жилет поверх, издалека мне показалось, что это байкерская куртка, но нет. Сейчас мы увидим, что это тонкий пуховик. Удобно, красиво и стильно. Головной убор на девушке мне очень нравится, я на самом деле ищу себе такой, но пока мои поиски не увенчались успехом. Дорогие зрители, прежде чем попрощаться, мне бы очень хотелось прокомментировать вот этот фрагмент. Он совсем маленький, я не успела заснять. Но это классические широкие мужские брюки, никак не зауженные, они прямые, на молодом парне, надеты с кедами и с какой-то ветровкой или что-то наподобие легкого пуховика. Смотрелось потрясающе, смотрелось очень-очень хорошо. И я своему мужу предложила в следующий раз одеться примерно таким же образом на базе вот таких широких брюк, которые обычно мужчины используют в офис. Мой муж согласился, обязательно покажу вам, что из этого получилось, безусловно, если, на мой взгляд, получится хорошо и он таким образом оденется в следующий наш выезд в Паду. Ну что ж, вот такие стритстайлеры сегодня мне встретились и на этом я с вами хочу попрощаться. Надеюсь в очередной раз, что вы смогли найти для себя вдохновение, потому что, как я люблю говорить, очень-очень, на мой взгляд, важно выглядеть классно, хорошо, стильно и прежде всего так себя чувствовать в повседневной жизни. И для этого не нужно покупать новые вещи. Очень часто нужно просто закомпоновать хорошо и классно и стильно, и для этого нам нужно вдохновение уже то, что мы имеем на наших собственных полках, в наших собственных гардеробных. Я же на этом с вами прощаюсь, желаю вам всем вот такой солнечной зимы, пусть холодной, но солнечной. Увидимся очень скоро, это была Яна Скворцова, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok